Халатность чиновников или неосведомленность самих граждан привели к плачевному результату. Когда строиться вблизи магистрального газопровода было нельзя, разрешение на строительство жилых домов, тем не менее, выдавали без оглядки на правила содержания объекта повышенной опасности. В чем причина ситуации с земельными участками близ села Хатасы, разбиралась Юлия Михайлова. Дачный поселок на 63 участка близ села Хатасы обещал стать одним из элитных в пригородной зоне столицы. Ведь совсем рядом все, что нужно для загородного жилья – газ, свет, дорога. Но близость к газовой трубе обернулась настоящим бедствием для владельцев земли. В диаметре 150 метров от оси магистрального газопровода ничего строить нельзя по правилам эксплуатации объекта повышенной опасности. Газ идет по трубе под высоким давлением. Об этом своих покупателей должны были уведомить владельцы земельных участков, получивших эти земли как пайщики сельхозкооператива. Из 64 участков непосредственной близости оказались 16, в том числе 10 соток Татьяны Никифоровой. Участок вместе с сестрой и ее мужем они приобрели по сходной цене в 2015 году. Построили дом в складчину и жить бы да поживать. Но на этапе окончания строительства рабочих предупредили, что дом находится в запретной зоне. Но две семьи все же решили достроить дом. Снимать жилье стало накладно, ведь почти все деньги вложили в стройку. И сейчас в этом доме проживают две семьи. От сестра многодетная с тремя детьми и я тоже многодетная мать. Вот два. Получается. А супругов Аржаковых, чей дом строился в течение года, ни разу не посетили сотрудники САХА Транснефтегаза. Уходя из правил охраны магистральных трубопроводов, запрещается возводить любые постройки и сооружения без согласования с газотранспортной организацией. Поэтому здесь в каждом конкретном случае будем смотреть, что вы там делаете, какие постройки там у вас есть. Суд постановил семья Аржаковых снести их новый дом. Между тем супруги, как и еще 10 семей, получили разрешение перевести свою землю из категории сельхозназначения под ИЖС. Именно этот факт два года назад свел на нет почти все сомнения собственников земельных участков по поводу строительства жилых домов. На очередной встрече с властями республики и города собственники злополучных участков обсудили пути выхода из этой непростой ситуации. Город Якузск предложил зоны в районе Хатас под мену, как обещали, там конкретные уже участки. В течение двух недель люди познакомятся, что это. Если же будет желание, то начнется процедура мен этих земельных участков. Есть три участка, по которым были выданы документы и разрешены в том числе решения строительства. Соответственно, эти люди будут ждать решения суда. Не исключено, что решение суда определит, кто допустил в данном случае нарушение, повлекшие затраты, которые у этих людей появятся. И тогда у них есть надежда, что будут разговоры те, кто компенсирует затраты в связи с переносом или с теми затратами, которые они понесли при строительстве. Как двигается дело к счастливому концу? Следующая встреча состоится через две недели. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.